Когда люди собираются эмигрировать в США, они, конечно, задумываются над вопросом, где они будут работать после прибытия, в каком бизнесе. Ставьте лайк, возможно, я что-то упущу, а вы подскажете в комментариях. Как правило, люди не приезжают совсем без денег, какие-то сбережения у всех эмигрантов имеются. Исходя из нашего опыта, я сужу по нашим клиентам, это сумма от 20 до 50 тысяч чаще всего. Первоначально денег хватает на покупку первой машины, это обычные 6-10 тысяч, и денег на проживание на 2-3 месяца. Все понимают, что нужно зарабатывать, а вот как? Итак, ни для кого не секрет, что в США можно устроиться работать без work authorization, разрешения на работу. Зарплата, конечно, будет меньше, чем официальная, но прожить первое время можно. Я никому не рекомендую делать это незаконно, я только говорю о возможностях. Сначала я расскажу, как искать работу, потом какую можно найти. Ну, мой совет будет не нов, прежде всего, конечно, это соцсети. Кто-то из пессимистов скажет, ну это бесполезно, там что-то искать. Вот как мне рассказал один наш клиент, он договорился в одной из групп ВКонтакте о работе, еще находясь в России. В субботу он прилетел в США, а в понедельник вышел на работу подсобным рабочим на отделку помещения. Наша группа ВКонтакте, кстати, есть в описании к этому видео, там тоже нередко публикуются вакансии. Есть много групп в Телеграм, в Фейсбуке, где люди сами предлагают свои услуги, а также работодатели предлагают вакансии. Я не буду приводить вот тут эти группы, вы их можете сами найти, самостоятельно. Если вы не будете активны, я хочу сказать, не будете предлагать себя, то вас никто не узнает, поэтому не стесняйтесь, публикуйте объявления о поиске работы, о своих навыках. Также можно смотреть вакансии в рекламных бесплатных газетах, которые лежат в русских продуктовых магазинах. Я рекомендую воспользоваться временем без работы для обучения и повышения своих профессиональных навыков. Это могут быть курсы онлайн, языковые курсы. Это не только улучшит ваши шансы на трудоустройство в будущем, но и поможет интегрироваться в новую культуру и общество. Переезд в другую страну – это огромный стресс, поэтому я рекомендую не закрываться и не уединяться в своей семье, а наоборот ходить как можно чаще на мероприятия, которые проводят ваши соотечественники, знакомиться с людьми. Чем больше будет круг общения, тем выше вероятность найти работу. Кстати, о профессиональных навыках. Если вы их приобретете заранее, до переезда в США, то это намного ускорит вашу интеграцию. Один из клиентов, например, специально освоил сварку по металлу, приехав сюда, нашел моментально работу. Так как подобный специалист в США очень ценный. Другой нашел работу в автомастерской, допустим, на Стапеле. К примеру, такая же участь, не сомневаясь, ждет плиточников, прихмахеров, специалистов по кондиционерам. В общем, всех людей, которые имеют востребованные специальности. Самая распространенная работа почти во всех странах, с которой начинают очень многие эмигранты, я имею в виду лиц мужского пола, без знания английского языка, это, я думаю, мувинг. Это бизнес, связанный с переноской грузов, то есть с переездами. Людей в него берут довольно часто без разрешения на работу, без языка. Работа очень тяжелая временами, но часто оплачивают за каждый день. В общем, если здоровье позволяет, можно попробовать. Следующий вариант это доставка еды или работа на Uber. Свой аккаунт зарегистрировать без документов в США нельзя, но такие аккаунты продаются и сдаются в аренду. Я знаю точно, что ребята, вновь прибывшие, таким путем зарабатывают. Это не законы, конечно, не советую, но так делают. Там можно заработать от 100 до 200 долларов в день. По меркам США это немного, но прожить можно. Женщины часто работают в клининге. Это уборка квартир и домов. Кстати, одна уборка стоит 200 долларов. Некоторые, у кого есть опыт, идут в бьюти-индустрию, занимаются бровями, ногтями, маникюром. Я хотел бы предупредить, что, как правило, при найме на работу свои соотечественники часто обманывают работников и не платят в конце выполненные работы. Такие подонки, они рассчитывают на то, что вновь прибывшие в США не имеют статуса и не пойдет никуда жаловаться. Многие боятся, на самом деле, и не идут в полицию, не жалуются в трудовую инспекцию, считая, что раз они без статуса в США, то их обязательно депортируют, если они обратятся в госорганы. Но сразу скажу, что это не так. Полиции вообще нет дела, в каком иммиграционном статусе к ним обращается человек, если он, разумеется, не совершил никакого преступления. Об этом, кстати, говорим на своем канале, вот Гера, бывший шериф. Вы можете обратиться к нему, если у вас, ну, он в Майами находится. Если у вас, допустим, произошла какая-то ситуация, он вам точно поможет решить ваши проблемы, подскажет, как правильно написать заявление, поможет с подачей, объяснит ваши права. Это честный и принципиальный человек, рекомендую, обращайтесь. Довольно быстро можно освоить работу в IT-индустрии, например, в профессии тестировщик сайтов. Компании в США нуждаются в таких специалистах. В США много сейчас русскоговорящих школ, где готовят программистов. Некоторые знакомые, которые закончили эти школы, довольно успешно работают в IT. Еще варианты – это покупка авто и сдача в аренду. То есть сейчас существует приложение Тура, через которое без проблем можно сдавать свою машину. Один из наших клиентов именно так начал свой бизнес с одной машины. Сейчас, кстати, у него вот уже бизнес разросся до нескольких десятков машин. На этот бизнес можно взять кредит и масштабировать его. Также некоторые берут кредиты и покупают траки или спринтеры, которые сдают в аренду или работают на них самостоятельно. Я имею в виду не большие там сэми-траки, на которые нужны профессиональные права CDL, а такие как Dodge Ram, Ford F-150. На них можно взять тоже кредиты, купить и работать. Но для этого бизнеса сейчас в США не лучшие времена. Те из знакомых, которые имели траки, сейчас от них избавились, так как рентабельность этого бизнеса начала, к сожалению, падать. Ну вот вспомнил еще один вид бизнеса, которым начинают заниматься вновь прибывшие. Это сдача квартир и домов на сервисе IRON BNB. Для этого люди договариваются с владельцами недвижимости, снимают несколько квартир и сдают их посуточно. Довольно прибыльный бизнес. Насколько я знаю, в общем, особого знания языка там тоже не нужно. Кстати, вот мои знакомые знают, что мы тоже хотим заниматься сдачей дома в аренду. Для этого приобрели и дом. Для интересующихся я создал в инстаграме аккаунт Дача Майами, на котором публикую статьи, как мы ее улучшаем, ремонтируем. Потом буду публиковать именно там, какие мероприятия мы будем проводить на этой даче. И, в общем, будет очень интересно. Подписывайтесь на аккаунт и смотрите, следите за информацией. Да, и еще забыл. Если вы хотели бы выучить английский язык, то можете заниматься бесплатно. Например, наберите Free ESL Classes и название своего района в поисковик. И он вам выдаст адрес, где находятся вот эти бесплатные школы. И вы можете заниматься и пойти туда учиться. Если еще какие-то варианты бизнесов вспомните, о которых я не упомянул, напишите в комментариях. Думаю, возможно, кто-то знает о каком-то прибыльном бизнесе, кроме биткоинов, которыми может заниматься вновь прибывший иммигрант. Буду признателен, если поставите лайк. Ну и напоследок скажу, что обращайтесь к нам за переводами документов, за редактированием историй на политическое убежище. Мы всегда готовы вам помочь. Удачи! 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 Продолжение следует...